Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев и даже я бы правильнее, наверное, да, проанонсировал следующим образом. В эфире Финам ФМ бизнес-канал, он состоит из двух частей. Первая его часть как раз и есть. Сухой Остаток. В эфире Сухого Остатка мы с вами обсуждаем текущую ситуацию на фондовом рынке и даем прогнозы. Кстати, я сейчас в буквальном смысле прочел название сегодняшней программы. Так она, собственно, и называется. Текущая ситуация на фондовом рынке и прогнозы. Знакомлю вас, уважаемые слушатели, я с сегодняшними своими гостями, со своими коллегами. В студии Сухого Остатка сегодня Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ Ланта Банк. Добрый день, Олег. Добрый день. И в студии Сухого Остатка Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента Альпари. Добрый день, Даша. Добрый день. Я еще не привык, извини, в твоей новой должности, поэтому немножко замкнулся. Уважаемые слушатели, для вас я напомню также. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. У вас есть возможность присоединиться к нашему диалогу, к нашей беседе, позвонив либо написав нам на сайте. Вот такие приготовления. Ну и последнее. Традиционно в начале программы рисуем с вами картину маслом. Итак, 15.05 в Москве. Что происходит на финансовых рынках? Закрытие вчерашней, закрытие американской торговой сессии можно назвать умеренно позитивным. Dow Jones плюс 0,2%, S&P плюс 0,2%, NASDAQ плюс 0,3%. Кстати, фьючерсы на S&P сейчас снижаются умеренно. Минус 1,1 теряет контракт. Далее смотрим Азия. Азия Nikkei продолжает восстанавливаться. 1,3% после и вчерашнего достаточно серьезного роста. Шанхай композит напротив потерял 0,2%. И Европа сегодня умеренно позитивно. FTSE 100 в легком плюсе 0,01%. Значит, наш индикатор ETS 0,8% прибавляет. ММВБ чуть больше 0,9%. Ну, можно сказать так, что вчерашний рост мало-помалу продолжается. Рубль, кстати, вновь продолжил ослабление против доллара. И мы видели сегодня 33,20 в моменте. Далее смотрим на сырьевые рынки и на Форекс. Ну, в основном в качестве сырья мы с вами выбираем индикатор нефть марки Brent. 107,85 стоит бочка этого сорта. Light Sweet чуть дешевле 105,60 за бочку. Золото 1325 за унцию. И индикатор валютного рынка пара евро-доллар 1,3250. Вчера немножко снизился он, да, где-то на фигуру упал. Сегодня восстанавливается. Ну, и традиционный набор голубых фишек вновь радует глаз. В буквальном смысле слова, потому что все зелененькое. Все достаточно весело. Автоваз сегодня прибавляет 5%. Вот это, наверное, да, сегодняшняя, так сказать, идея какая-то основная. Ну, помимо всего прочего, Газпром плюс полтора, ВТБ процент уже, ГМК Норникель полтора, Сбербанк три десятых, процент Лукоил, МТС и почти процент Роснефт. Ну что ж, все неплохо. Все неплохо. Даш, вопрос себе первый. Как бы ты текущую ситуацию на фондовом рынке, ну, на российском давай, собственно, с него начнем, как бы ты ее охарактеризовала? Вот что такое происходит? Оптимизм, рост, долгосрочный тренд восходящий или какие-то там, опять, учитывая, что и объемы небольшие, да, учитывая, опять, игрище спекулятивный, как назвать? Я бы сказала легкий позитив. Легкий позитив. Долгосрочный тренд, я бы не стала надеяться, что это продолжится в какой-то серьезный промежуток времени. Да, скорее, мы благодарны более-менее спокойному внешнему фону, мы благодарны хорошему закрытию остальных площадок, поэтому, собственно, пожинаем плоды позитива и все еще находимся в некоторой неопределенности. Поэтому сейчас спекулятивно так более-менее спокойно, более-менее радостно. Ну, я так понимаю, учитывая, что ты сказал о спекулятивной радости, да, это радость недолгосрочная, радость вот внутридневных спекуляций. Поэтому, да. Я понял. Значит, я, уважаемые коллеги, прервусь сейчас, у нас есть звонок, давайте послушаем, чтобы не томить. Олеся, день добрый, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, день добрый. А вот у меня вопрос к уважаемым аналитикам, коллегу Поддымникову. Вопрос у меня следующий. После заявлений наших чиновников по поводу того, что сейчас позиция, ну, скажу, наверное, так, вашим языком рубль-доллар, ну, скажем, не на должном уровне находится, что я имею в виду. То есть... Олеся, если нашим языком, тогда позиция доллар-рубль, вот так правильно. Завышена. То есть, что сейчас делать нам, простым обывателям, нам бежать покупать валюту, если рубль будет продолжать падать? То есть, в чем держать людям накопление? Какие советы? Вопрос понятен. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Олеся. Ну, я думаю, уже адресуя вопрос вам, уже коллеге Олега, да, тебе было персонально, кстати, адресуя. Я думаю, от этих вопросов вы уже устали отбиваться, да? Даша кивает головой. Олег, ну, давай с тебя начнем. Спасибо за вопрос, Олеся. Отвечаю по порядку. На валютном рынке российском довольно много событий в последнее время. Рубль чувствует себя неважно. Прямо скажем, объявление о том, что ВВП России за второй квартал снижена цифра до 1,2 против 1,9 ожидавшихся, она там добавила негатива на рынок. Экономика стагнирует. Для сравнения, там, годом ранее в этот же период рост составлял 4,3%. То есть Россия производит меньше добавленной стоимости, соответственно, меньше экспорта, меньше шансов на то, что рубль будет пользоваться спросом. Второй негативный фактор, который довольно давно уже известен, это однозначно готовящиеся покупки Минфином валюты с конца августа. Назывались цифры порядка там по 40-50 миллионов, грубо говоря, в день долларов. Соответственно, спекулянты это все помнят и делают ставки, исходя из такого ожидания. В то же время правительство тоже там нельзя сказать, что дремлет, предпринимаются определенные шаги, в частности, недавний аукцион по кредитованию банков под нервничные активы, по ставкам существенно ниже ставки рефинансирования, которые добавляют в систему ликвидности. Но это, опять же, долгосрочный фактор. Например, экономика получит новые деньги, возможно, это конвертируется в какой-то рост, но до нового года, наверное, эффекта от этого ожидать не приходится. Поэтому в краткосрочной перспективе есть довольно большая вероятность, что рубль продолжит ослабление, примерно 33.5, 33, может, 75. Дальше какая-то консолидация в зависимости от того, насколько будет активно действовать Минфин. И не исключено, что при появлении каких-то позитивных факторов по экономике мы можем увидеть какое-то укрепление отчасти. Это до конца года, да? Да. Спасибо. Даша. Я бы согласилась с коллегой и немножечко добавила. Дело в том, что сегодня мы увидели новости о том, что Минфин все-таки корректирует свои планы и действительно планировались масштабные интервенции. Однако, посмотрев на доходные статьи, они поняли, что те объемы, которые были запланированы, не потянут. И цифра была сокращена, если округлить, с 400 миллиардов до порядка 70. Да. Да. И плюс ко всему, также прозвучала оговорка о том, что в случае необходимости, и здесь мы понимаем, что в случае нагнетания ситуации, в какой бы русло она не утекла, Минфин может даже пойти на совершенно обратную операцию, то есть начать продавать валюту. Причем цифры продаж 240 миллиардов рублей, вот так называется, да. И причем, если изначально планировалось пополнение резервных фондов, то сейчас Минфин говорит о том, что он готов наоборот их распечатать, чтобы выровнять ситуацию. Еще момент, который нас сегодня достаточно сильно напряг, это выступление главы ЦБ Эльвиры Набиулиной, и она сказала такую страшную для нас вещь, что монетарная... Ты говоришь для нас, это для кого-то, что ты говоришь? Для нас, для россиян, или для нас, для аналитиков? Для нас, для аналитиков. Уточняй, пожалуйста, вы что-то народ нас слушает. Не буду никого пугать, нет, нет. Да, да, да. И она сказала, что смягчение монетарной политики мы не ожидаем, что инфляцию победить не удалось, соответственно, ребята, никакого стимулирования экономика не получат, ибо смысла в этой программе сейчас нет. Поэтому мы делаем вывод о том, что действительно тренд на снижение рубля будет достаточно долгосрочным. Однако, опять же, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в августе есть определенная сезонность, и к осени она закончится, и, наверное, будет чуть-чуть корректироваться рубль, чуть-чуть окрепнет. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу Олеси, в чем хранить, и когда покупать. С покупками, простите за откровенность, опоздали, надо было это раньше делать. Сейчас рекомендую, как и всем, делать себе такой небольшой портфельчик и делить на доллар, евро, рубль, как комфортнее. В разных, да? В разных, да, потому что, ну, мы знаем, одна валюта дорожает, другая дешевеет, соответственно. Спасибо огромное, Даша. Олеси, я две копейки тоже добавлю. Александр, у нас есть звонок от Александра, но мы не успеем вас уже послушать, поэтому вы дождитесь, пожалуйста. Мы поговорим с вами после новостей. И Олеси, я действительно, я согласен с моими коллегами. Ну, во-первых, не надо никуда бегать, да, вы видите ослабление рубля, потом вы видите усиление рубля. Это обычная жизнь валютной пары, доллар-рубль, так она называется. И бегать никуда не надо, тем более, куда вам бежать? В обменник только, да, вы потеряете только на спреде, уж не говоря о том, что ничего хорошего из этого не получится. Ну, а что касается классического варианта, да, в чем сохранить капитал, да, есть корзина валют. Вот Даша это продемонстрировала. Спасибо еще раз, значит, мы прервемся. Новости на Финам.ФМ потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Олег Поддымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ Ланта-Банк. И Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента Аль-Пари. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках и уже даем прогнозы. Только что продемонстрировали мы это, отвечая, по крайней мере, на вопрос наших слушателей Олеси. Александр не дождался, но, надеюсь, перезвонит. Ну что ж, наверняка вернемся, потому что, действительно, я с Дашей согласен, сейчас эта тема, видимо, на слуху у всех практически, да, независимо от того, далек ли человек от финансовых рынков или просто он живет обычной жизнью, потому что как будет себя чувствовать рубль, да, это проблема номер один, это проблема актуальная всегда. Наверняка мы к этому еще вернемся, но давайте построим, значит, наш эфир следующим образом, посмотрим о текущей ситуации, ну, со всех сторон, что называется, если позволите. Начнем с макроэкономической ситуации в Соединенных Штатах Америки и, значит, следующее, на мой взгляд, важная, ну, или интересная деталь. Значит, 1700, S&P 500, я смотрю, 1700, да, несколько дней назад была попытка пробоя, попытка не уменьшалась успехом. Сейчас узкий диапазон, да, где-то там в районе 10-15 пунктов. В общем, каковы ваши прогнозы и вообще, как понять это, настроен дальнейший, на дальнейший рост американский рынок или все же ждет он повода для того, чтобы начать долгожданную коррекцию? Олег, как ты думаешь? Ну, последнее время индекс S&P и остальные рынки глобальные уже традиционно живут от заседания до заседания ФРС. На котором все ожидают услышать при поднимании некой завесы над тем, когда будет прекращено количество смягчения в том или ином виде. Вот, соответственно, последние заседания не добавили каких-то новостей, опять очередные намеки и полунамеки. В то же время консенсус сейчас склоняется к тому, что, наверное, на следующем заседании 18-19 сентября все же будет некое объявление о старте снижения количественного смягчения. Вот, порядка 53-х оброшенных экономистов так считают, в частности. Вот, поэтому сейчас, наверное, не удастся обновить high S&P, который был, по-моему, там 1709 в начале августа, да. То есть, будет какой-то, возможно, боковик в небольшом диапазоне. Именно до следующего заседания. Да, 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 совершенно верно. Но тут есть еще две промежуточные даты. Это, в первую очередь, 21 августа, когда выйдут протоколы ФОМС. И, соответственно, 22-го, 24-го, когда Бернанко будет выступать в Джексон Хоуле. То есть, возможно, что-то, если что-то появится, чего рынок сейчас не знает, то какое-то движение на рынке, возможно, начнется раньше. Если все же прогноз подтвердится на сокращение, то не исключено, что это станет отправной точкой для какой-то среднесрочной коррекции. Я понял. Олег, спасибо. Даш, твое мнение тоже очень интересно, но Александр дозвонился, давайте не будем его мучить. Александр, день добрый. Вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Добрый день. У меня вопрос по золоту. Хотелось бы посоветоваться. Стоит ли сейчас открывать металлический счет, либо еще подождать, что золото, скажем так, до Нового года еще ходить вниз? Ага. То есть, Александр, секунду, не уходите, пожалуйста. Я еще раз хотел уточнить. То есть, ваша инвестиция рассматривает исключительно инструмент под названием металлический счет, да? Да, вот металлический счет. У вас нет брокерского счета. Именно металлический счет. Я понял. Спасибо. Спасибо за вопрос. Даш, ответишь? Отвечу. Давай. Ситуация по золоту достаточно интересная. Интересная она своей непредсказуемостью. Причем недавно слышала собственными ушами заявление Бернанке, что он не понимает, каким образом сейчас ходят цены на золото. Соответственно, какой вопрос к нам? Нет, подожди. Даже уж если Бернанке. Ты в этом смысле? Да, да, если Бернанке не понимаешь. А с другой стороны, при чем есть Бернанке? Вы аналитики, вы люди уважаемые, а Бернанке всего лишь глава Федрезерва. Всего лишь. Дирижер всех финансовых рынков. Нет, на самом деле мы смотрим в рост. Однако, если наш слушатель не является агрессивным инвестором, я бы воздержалась от захода в золото, пока не будет ясности. Он не является агрессивным, потому что он рассматривает металлический счет. Он говорит, я пойду в банки открывать счет металлический. В принципе, какая уже здесь агрессивная стратегия? Ну, вдруг он скрывает. Скрывает что-то от нас, да? На самом деле, я бы рекомендовала подождать, потому что действительно сейчас движения могут быть какие угодно, и мы все ждем Бернанке и молимся, опять же, на его слова, на его мысли и прогнозы. Поэтому колебания могут быть какие угодно. Долгосрочно, да, спрос на золото не падал. То есть, смотри, можно сказать, да, основываясь на вышесказанном тобой, можно сказать, что Александр прав, в принципе, рассматривает подобный род инвестиции. Почему нет? Долгосрочно оно будет расти. Но сейчас не самая удачная, да, точка входа, что называется. Входить опасно. Да, он может еще подешеветь, и только, наверное, в результате этого этот счет можно открыть. Как ты смотришь на металлический счет? Я в данный момент смотрю, на самом деле, положительно, потому что для этого есть там несколько факторов. В первую очередь, это технический. Золото оттолкнулось от довольно, как бы, проторгованного уровня поддержки, там, на уровне 1250. Соответственно, этому поспособствовало небольшое снижение доллара против евро, стало неким триггером. В дальнейшем, как бы, подключились фундаментальные факторы, как то, глобальные золотодобывающие компании при низких ценах на золото вынуждены, просто вынуждены резать свои косты. Однозначно, да. То есть, рано или поздно предложение сократится, и спекулянты начинают закладывать, как бы, свои ставки делать на этих ожиданиях. Буквально позавчера мы увидели рост в глобальном, в самом большом фонде SPDR Gold, рост остатков, соответственно, который, наверное, преломил очень длительную тенденцию оттока из этого фонда. Вчера был, соответственно, зафиксирован рост остатков в таком же фонде серебра. Буквально сегодня появились сообщения, что спрос в Китае, который формирует порядка 25% мирового спроса в принципе, да, то есть он за год практически удвоился. То есть население на просадках довольно активно скупало, и в первом квартале продолжает, и во втором продолжало, да, то есть фундаментальный интерес к золоту сохраняется, вот. Поэтому краткосрочно мы довольно позитивно на это смотрим, соответственно, и медсчет, наверное, неплохая возможность для этого. — Неплохая возможность, неплохая идея. Ну, а вот уточнить, да, о чем, собственно, звучал вопрос Александра. Сейчас это сделать, покупать на этих уровнях или подождать действительно, может быть, еще подешевеет? — Я думаю, что сейчас не поздно это сделать. Можно это, я думаю, есть возможности увеличивать счет постепенно или делать несколько счетов, да, то есть вполне. — Я понял. Спасибо огромное. Александр, надеюсь, нас услышал. В общем, мои гости единогласно, да, проголосовали за подобный рот инвестиций. Ну, и, наверное, может быть, действительно и по текущим уровням можно будет потихоньку, да, частями, наверное, заходить. В конечном итоге, если и подешевеет, то, значит, усреднитесь, как говорят в таком случае трейдеры. Хорошо, спасибо огромное. Значит, вернемся, Даш. Твое мнение по поводу ситуации в Штатах, ожиданий Федрезерва и так далее и тому подобное. — Я продолжаю активно не верить в то, что до конца этого года программа будет сокращена и уж тем более отменится. — Так. — Я не вижу оснований это делать, несмотря на легкое оживление, несмотря на небольшое снижение безработицы до 7,4%. И мы тут с коллегами озаботились вопросом, посмотрели и поняли, что на самом-то деле это просто там с занятостью идет джонглирование, то есть количество безработицы. — Об этом мы говорили, да. — Да, да, да. — Поэтому понятное дело, что если Федрезерв принят такое решение, то и статистику подрисуют, и все, что нужно, будет сделано. Однако не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в момент, когда эта вся программа будет свернута, шок на рынках будет невероятным. И для них будет важно выбрать момент, когда это будет не настолько страшно, насколько возможно. Я не верю, что до конца этого года этот момент будет выбраться. — Извини, пожалуйста, я подумал, что самый лучший момент, ну, традиционно, по крайней мере, для российской действительности, самый лучший момент — вторая половина августа. Потому что все в отпусках, никто особенно за этим делом не следит, ну, сам Бог велел в это время что-нибудь такое, раз, а потом уже с сентября перед фактом поставить. Извини, пожалуйста. — Я вот на самом деле все думаю о том, что Бернанке-то собирается покидать кресло, по крайней мере, по слухам. — Ну, до конца года ему еще поработать придется. — Естественно. Он, собственно, до января будет все еще командовать парадом. Тем не менее, я бы на его месте, может быть, и предприняла этот шаг перед тем, как хлопнуть дверью и сказать, окей, а после меня разбирайтесь. — Войти в историю. — Войти в историю, при этом с этим не разбираться. — Мне очень понравилась твоя фраза «на его месте», учитывая, что у тебя недавно повысили непосредственность, да? Сейчас Даша говорит уже, а почему бы мне через какое-то время пост главы Федрезерва не забыть? — Нет, ну что вы, я не настолько самолюбивая. На самом деле, все равно придется пойти на этот шаг, все равно кому-то придется это сделать. С другой стороны, нужно некоторое оздоровление, потому что экономика сходит с ума от количества дешевых денег. И самое главное, что слезать с них достаточно тяжело, но это нужно сделать. И поэтому я думаю, что ближе все-таки, наверное, к следующему году, может быть, к середине, в зависимости от ситуации, от макростатистики, есть шанс. — Я понял. Ну и вот основываясь на твоих словах, что будет с фондовым рынком американским? Продолжит рост в этом случае? — Здесь есть две позиции. Есть ряд экспертов, которые полагают, что он-то как раз вырастет после всего этого. Мне кажется, что на первом этапе однозначно будет шок, однозначно все уйдет вниз. А потом по законам рынка откорректируется. А вот дальше однозначно не могу сказать. Я думаю, что будет примерно на уровнях перед сворачиванием. Вот какого-то дикого рывка я не жду. — Дикого ралли, да? — Хорошо, спасибо огромное. Значит, время немножко осталось. Уважаемые слушатели, мы сейчас традиционно прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ. И мы продолжим на Финам.ФМ. Я еще раз напомню, что мы сегодня говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. Ну и даем прогнозы. Парочку вот уже озвучили мои гости. Олег Подымников, Дарья Желанова сегодня в студии с холл-остатка. Ну что ж, новости на Финам.ФМ, а потом вернемся в студию. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. Даем прогнозы. В гостях сегодня Олег Подымников, начальник управления институционных операций АКБ Ланта Банк. И Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента Аль Пари. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Делитесь собственными мыслями на этот счет. Продолжим обсуждение текущей ситуации. Посмотрим в Европу. Сегодня статистика. Уже в новостях, по-моему, это озвучивали. Сегодня статистика. Предварительный ВВП за второй квартал. Лучшие ожидания. Ну понятно, что 0,2 ожидали, 0,3 вышло. Наверное, это небольшая разница. Но учитывая, что Европа в рецессии, я думаю, что каждая маломальская циферка может принести позитива. Так и не привнесла. Судя по реакции, по крайней мере, я наблюдал, вот, ее практически не было. А если посмотреть на валютный рынок, так евро начал падать вообще после этого дела. Даша, Олег, что происходит в Европе? Продолжится ли рецессия? Что ждать в ближайшее время от пары евро-доллар? Ну вот так. Давай с тебя начнем, Даша. Я все еще пессимистично смотрю на Европу, поскольку нету оснований полагать, что они как-то сильно исправили ситуацию. Окей, ВВП немножечко приросло. Хорошие данные показали, в частности, Германия с Францией. Но дело в том, что, несмотря на попытки поддержать Европу силами того же ЕЦБ, глобально проблемы остаются. И самая главная проблема — это безработица. И когда в еврозоне она преодолевает отметку в 12%, и когда Греция, Испания — это 26-27%, о каком улучшении можно говорить вообще? При том, что вот меры бюджетной экономии, которые были навязаны тройкой, собственно, наших великих людей, от них никто не отказался. А это всегда бьет по росту в первую очередь. И в тот момент, когда надо бы простимулировать производство, надо бы поддерживать занятость всеми силами для того, чтобы увеличивать доходы, народ пытается сократить расходы бюджета, тем самым зажав. Для меня это парадокс, и здесь позитива я не вижу в ближайшее время. Пока вот эта политическая линия не изменится, не увидим о серьезных позитивных результатах. Ну а ожидание того, что она изменится, откуда-то мы можем сейчас увидеть? Ожидание? Тем более выборы наносут сейчас в Германии. Ну если вдруг политическая воля неожиданно проснется, я буду аплодировать стоя. Или вместо госпожи Меркель придет, стульчик займет кто-то другой. Вот такой вариант. Если взгляды будут кардинально отличаться, конечно же, мы порадуемся. Но вот, к сожалению, с момента начала кризиса, вот таких серьезных волевых и правильных решений мы не увидели. Более того, с неприятной регулярностью возникают еще какие-то политические кризисы. То же самое недавно мы увидели в Португалии. И, естественно, это всегда подрывает доверие инвесторов. Естественно, тут же летят ставки. Ну а потом логично, что они периодически возникают, эти кризисы, правильно? Конечно, конечно. В таких экономических условиях. Естественно, народ нервничает, народ не знает, что делать. И пытаются равняться на Штаты. И денег, в общем, не хватает. И получается то, что получается. Денег, в общем, не хватает. Я представил сейчас такую среднестатистическую семью. Постоянно ссорятся, денег, в общем, не хватает. Смотрим на соседей, у них все хорошо. Боже мой, ну что же мне так не повезло? А печатного станка-то как-то? А печатного станка-то нет. Не дай бог, конечно, еще он и заведется. Да, слава богу, согласна, согласна. Олег, твой взгляд на Европу, собственно, что там происходит? Что ждать? Ну, все верно. Статистика выходит, в принципе, довольно положительная. Ранее там промпроизводство выросло, деловая активность. Все это было поддержано довольно, как бы, ожидаемо сохранением учетной ставки. Марио Драги выступил также в позитивном ключе. Не обозначил никаких лимитов или сроков, когда эта ставка будет изменена. То есть, дал довольно продолжительное время, да, сделал упор именно на этом. Вот, поэтому рынки стабильность с поступательным ростом, в частности, там, с начала года, наверное, все основные индексы Европы примерно 9% в плюсе. С начала 2012-го порядка 30, наверное, немецкий индекс 40, соответственно, там, опережает существенно при этом даже S&P. Вот, но это, как бы, логично, потому что давно не происходило тех событий, которые мы видели год назад, полтора года назад. Нет давно Кипра, да, там, нет давно Греции, ну, в новостных лентах, да. То есть, сам Бог велел, что индексы немножко плюсовали, да. Олег, Олег, смотри, нет давно Кипра, Греции в новостных лентах, да, уточни. Совершенно верно. Они, на самом деле, это и есть. Они есть, безусловно, но тот сентимент рыночный, который сейчас существует, он их, как бы, пока вынес за скобки. До очередного какого-то негатива, когда, там, мы увидим, например, что Греции заморозили очередной транш, либо Кипр просит еще денег, либо Испания, там, пока этого не появляется, происходит поступательный рост, и до очередного негатива он вполне может продолжаться. Но, тем не менее, очередной негатив, он ожидаем все же, да? Он ожидаем, и, скорее всего, это заседание очередной ФРС, которое, там, может изменить, вообще, в принципе, баланс сил на мировых рынках, конечно. На мировых рынках, я понял. Я понял, хорошего. А, кстати, если два слова еще по поводу ожидаемых выборов в Германии, вот, ты как оцениваешь ситуацию? Останется Меркель? У Меркель довольно сильные позиции, несмотря ни на что. Все предыдущие проблемные вопросы она, там, довольно легко проводила через парламент, даже непопулярные, как бы, по опросам населения. Поэтому шансы на то, что она продолжит оставаться канцлером, довольно высокие, однозначно. И, кстати, то, что лузеры европейские, да, исчезли след новостей, это тоже, кстати, может быть вызвано именно... Ну, конечно, ну, да, ну, просто избирателям ЕЕ, что показать, экономика растет, фондовый рынок растет, профицит торгового баланса, там, 15, почти 16 миллиардов, промзаказы, там, ну, просто, можно ей, конечно, предъявить про активную политику по поддержке периферии, но она работала на всю еврозону. Совершенно верно. Однозначно, и тем, тем фактически и помогла, там, в том числе Германии. Да, согласен, согласен. Хорошо, и до следующей перерывы есть немножко времени, буквально два слова, наверное, ну, или, может быть, не два. По поводу Китая, который недалеко, да, на прошлой, на этой неделе, подкинул позитива, слава богу, финансовым рынкам, и наши металлурги даже, да, тоже получили свое от этого позитива. Вот насколько он долгосрочен, Даша, опять тебе вопрос первый. А насколько этот позитив долгосрочен, на твой взгляд? Действительно, Китай уже, так сказать, нащупал опору под ногами, и теперь его, у него только рост, ну, конечно, может быть, не такой, запредельный, как там, несколько лет назад, двузначными, но, тем не менее, в рецессию-то он точно не свалится уже. Мне кажется, что Китай и не терял эту самую опору, и вполне себя нормально он чувствует, безусловно, есть определенные проблемы. Однако, вот, те крики о том, что в Китае замедлилось все на свете, и, ой-ой-ой, давайте не будем смотреть в Азию, это не более, чем, вот, шум в прессе. Поскольку, ну, давайте посмотрим на цифры, он рос со скоростью, там, 10%, сейчас 7%, но у него 7%, а у остальных рецессия. Согласен. И то же самое, инвестиции прирастают чуть медленнее, производство чуть медленнее, но, тем не менее, оно прирастает, причем достаточно активно. Поэтому я смотрю с невероятным оптимизмом на него, я не верю, что там все будет плохо, я верю, что там все абсолютно решится, а то замедление, оно обусловлено тем, что Китай, как бы он ни охранял свои границы и все остальное, он все равно встроен в мировую систему. Если у всех кризис, если все меньше потребляют, естественно, он это на себе чувствует. Поэтому здесь, я считаю, нет поводов для опасения. Нет поводов. И вот это вот его, ну, такой романтический, да, такой дали ему однажды, романтическое название, локомотив мировой, да, локомотив мировой экономики, да, да. Вытащит он? Все-таки торговый, да, вытащит, конечно, куда денется. Олег, твое мнение по поводу Китая, скажи, пожалуйста, как ты смотришь на него? Ну, безусловно, пока оно остается умеренно позитивным. Такой огромной экономики быстро развернутся довольно сомнительно. В то же время есть там ряд каких-то тревожных сигналов. В частности, там, кризис ликвидности, который мы видели пару месяцев назад. Банкротство одного, ну, довольно крупного банка в Китае. Много говорится о теневой экономике, теневой банковской системе Китая, о закредитованности муниципалитетов, о том, что банки перегружены там проблемными судами. То есть все это постепенно накапливается и в один прекрасный момент при наличии хорошего триггера мы там можем увидеть довольно резкое снижение. Но пока, как бы, все в рамках умеренно негативно-позитивных, скажем так, ожиданий. Несмотря на то, что с начала года индексы где-то порядка чуть менее 10% в минусе. Но пока говорить о системном кризисе в Китае, наверное, рано. Рано еще, да? Ну что ж, хорошо, хорошо. В общем, такая макроэкономическая картина, да, больше позитивна, нежели негативна все же, да, Даша? Скорее да. Макроэкономическая картина. А мы, как известно, возвращаясь уже, так сказать, на родные просторы, мы, как известно, во многом, да, и российский рынок, и российская экономика все-таки подвержены неким внешнеэкономическим факторам, да, и вот этому стороннему фону так называемому. Кстати, возвращаясь Афоне, к разговору Афоне, отток капитала продолжается все же? Да. Вот в чем причина здесь-то? Собственно, не изменилось отношение инвесторов, да, к российскому рынку, к российской экономике? Продолжают они выводить деньги? Что может их каким-то образом сдержать, Даша, на твой взгляд? Наши активы достаточно дешево стоят относительно мировых аналогов, и, в общем, я здесь никому ничего удивительного не скажу. Все то же самое, тот же не суперпозитивный PR России на международном рынке, тоже недоверие, вот, пожалуй, так. Ну, можно сетовать на инфраструктуру, можно сетовать на инвест-климат, однако, на мой взгляд, это больше позиционирование, вот такое негативное, с которым мы, к сожалению, не можем справиться, хотя нанимаем уже и Goldman Sachs, и кого только не нанимаем, для того, чтобы нам помогали правильный имидж формировать, но случаются перепалки у нас между президентами нашим и американским, и это все очень негативно давит. То есть, в основе вот этого отношения иностранного инвестора именно имиджевая сторона, да? Я считаю, что да, я считаю, что да. Не экономическая, а, скорее, более политическая. Ну, экономическую тоже нельзя отрицать, но я бы сказала, что если бы мы решили вопрос с политической точки зрения, дальше было бы значительно легче. Значит, опять же, когда приходит часть инвестиций, они уже позволяют раскручивать, и дальше идет эффект, соответственно, базы. Я понял. Даша, спасибо, сейчас еще один звонок послушаем. Сергей, день добрый, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну, прежде всего, хотел заметить, что в 2006 году в конце тоже говорили, что для кризиса в еврозоне нет никаких оснований. Кризис в Китае будет, вот, и можно сказать, что даже немножко споздал, и ждать осталось недолго. Это первый момент. Второй момент, вот, насчет имиджа, мне кажется, у нас сейчас другая проблема, у нас проблема со спросом в экономике. А, как бы, с имиджем-то все в порядке, если иностранцы на ПМЖ сюда переезжают уже, и этот процесс уже, как бы, не стат погрешность, он нарастает. Вот, и, в общем-то, ну, я бы, конечно, не обольщался бы насчет еврозоны дальше и штатов в том числе, потому что все плохо. Несколько кризисов накладываются друг на друга, правильно его называют? Суперкризис. Ага. Ну, то есть, я правильно понимаю, да, первое ваше мнение по поводу Китая, да, то есть не надо обольщаться, впереди еще... Абсолютно не надо. Более того, если поизучать более детально китайскую вообще статистику и как она делается, то там все далеко не так радужно. И те же самые там, вот как они делают, строят города, в которых никто не живет, записывают себе это в ВВП. Статистику тоже самое, то есть там очень, она такая, она наполовину лукавая, как статистика Соединенных Штатов. Из разряда там танкер не туда заплыл и сразу цену на нефть меняем. Ну, то есть в рыночной экономике это невозможно, но статистики и на фондовом рынке, якобы самоуправляемом, это вот как бы оказывается возможно, вопреки всему. Сергей, спасибо огромное, мы прокомментируем ваше мнение уже после новостей, сейчас новости на Финам. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финам. Значит, сразу же вернемся к звонку нашего слушателя. Сергей до предыдущих новостей, собственно, своим мнением поделился по поводу Китая и по поводу, ну, я так понимаю, общего какого-то настроя, да, в макроэкономике. Ну, давай еще два слова, когда дашь, вот как ты относишься, да, к мнению Сергея, действительно ли это так очевидно все или наоборот не очень очевидно? С Китаем очевидного не может быть, мне кажется, вообще ничего, и он совершенно правильно заметил, что статистика там очень странная, и более того, если Штаты, по крайней мере, ее активно публикуют, то мы можем в ней покопаться и даже найти какие-то противоречия, то с Китаем все намного сложнее. Соответственно, весь анализ, он такой немножечко спорный получается, поэтому я все равно не разделяю его негатив и разговор о том, что... Негатив Сергея. Негатив Сергея, да. Кризис будет, будет скоро, везде, и все мы скоро умрем. Я думаю, что если будет триггер, как уже правильно совершенно сказал мой коллега, естественно, Китай, может быть, и не устоит, но с другой стороны, с теми темпами роста падать ему будет не так больно, как может быть остальным. Негатив Сергея, да. Китай вполне себе комфортно будет себя чувствовать. И надо наверняка упоминать все время, ну, уж если мы так более детально, да, сейчас о статистике Китая, действительно она во многом своеобразная, она во многом, да, непрозрачная. Ну, это мы приходим, это признают все, но с другой стороны, это не должно быть поводом, да, для того, чтобы однозначно, поскольку мы не знаем, да, как эту статистику рисуют, что называется, значит, мы Китай тогда выключаем, да, что называется, из общей картинки, потому что невозможно его объективно оценить. Так же вопрос не ставится. А с другой стороны, надо наверняка, да, вспоминать всегда о том, что все-таки Китай достаточно своеобразная политическая, да, составляющая. Вот как решился тот же самый кризис ликвидности банковской. Сказали, США. И все, и все выровнялось. Буквально вот за пару дней отыгрались. Хотя падали его. Да, 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 и все. И тоже, кстати говоря, крика было невероятное количество, в прессе особенно, и тем не менее проблема была решена. Ну, и, Олег, смотри, вот еще возвращаясь к тезису Сергея, он начал с того, что никто в шестом году, да, никто не говорил, или никто не думал даже, да, что вот через пару лет Европа, а точнее, наверное, и весь мир, да, постигнет такой, такой кризис. Сейчас мы, можно говорить, что мы примерно в такой сейчас ситуации, что... Относительно Европы? Относительно Европы, но и, может быть, даже относительно всего мира. Ну, такие вещи, как кризис, дату кризиса, да, там, наверное, не сможет точно спрогнозировать никто. То есть, приходится работать с той открытой информацией, которая есть, да, то есть, с теми факторами, которые... То есть, опять возвращаясь к статистике, вот тот же самый, да? Конечно, да, то есть, ни у кого нет крустального шара, чтобы заглянуть в него и сказать, да, я же вам говорил. То есть, проблема в том, что негативных факторов может скопиться довольно много, и все равно рынок будет расти. Просто в данный момент большинство будет считать, что они недостаточно негативные для того, чтобы направление изменилось. И вот эта контртрендовая игра, она довольно много людей разорила на самом деле, да. Вот, это первое. Второе. Если брать Россию, о которой мы упомянули, да, имидж важен, однозначно, очень сильно важен. Потому что доля иностранцев, по разным оценкам, от 30 до 40 процентов была в хорошие годы. Сейчас, я думаю, существенно меньше. И, безусловно, и выборная активность, и действия, там, по кандидатам, в частности, в мэры, это все видно, и, как бы, инвесторы реагируют, что называется, ногами, да, на это. Но здесь есть еще второй очень важный фактор. Посмотрите на индекс S&P, почти 10 процентов с начала года, и посмотрите, там, на индекс RTS, минус 15 с начала года. То есть, тот позитив, который есть на западных площадках, он играет как раз на то, чтобы инвесторы уходили туда, где деньги, туда, где есть рост, где есть идеи, да. То есть, и в этом плане любой, любой позитив Запада, он негативный для российского рынка. И тут уже не помогает даже нефть, которая довольно высоко сейчас. Вот, поэтому российскому рынку даже до конца года, как бы, эти отбить 15 процентов, довольно сложная задача. Вот, и если будет продолжаться какое-то ухудшение тут политической ситуации, в частности, вот, недавно, отмена встречи Обамы с Путиным. Ну, это довольно негативно воспринято, и люди это понимают. Это, конечно, не начало холодной войны, безусловно, но какие-то предпосылки для этого появляются, и люди начинают думать, а вдруг. Вот, поэтому стоит следить. А инвестор, как известно, да, парень нервный очень, да? Конечно, конечно. Если только запахло жареным, даже, может быть, и оснований для ожиданий таких нет, но он говорит, ну, греха подальше. Давайте, тем более, есть куда вложиться. Люди деньгами рискуют, конечно, зачем? Кстати, Олег упомянул контратрендовую стратегию, я представил опять вот в разговоре с Китаем, да, позиции Сергея, в частности, он говорит так. Вот мне статистику рисуют, да, Китай растет, Китай растет, действительно, а я не верю и продаю. Так ведь получается? А Китай продолжает расти, а я все равно не верю и продаю. И кто в результате выиграл-то? Вот оно в чем. В чем суть-то мероприятия. Кстати, вернемся опять к разговору о ситуации на текущих рынках, о текущих рынках на рынках. Смотрите, действительно, нефть достаточно дорого стоит, а рубль-то падает, Даш. Как ты думаешь, вот этот фактор, сырьевой фактор, да, он совсем уже не оказывает никакого влияния на национальную валюту нашу? Как ты думаешь? К сожалению, сейчас монетарная политика перебивает. Я не могу сказать, что не оказывает. Если бы нефть еще и падала, мы бы имели значительно большие проблемы, скажем так. Я думаю, что мы вернемся к тому, чтобы нефть все-таки поддерживала чуть позже, когда сгладятся вот те истории, которые сейчас происходят. И мы уже говорили о том, что у нашего правительства есть хорошая цель поддержать экономический рост. Цель великолепная. Но вот средства ее достижения, к сожалению, сомнительные. В первую очередь для меня, мы опять же эту тему уже обсуждали, делается через ослабление рубля. Да. И понятное дело, что есть факторы оттока капиталов, которые ни разу не помогают рублю окрепнуть. И понятное дело, что замедление роста экономики, и понятное дело, что замедление спроса и внутреннего, и внешнего, все это давит. Вот. Но все же я бы рассчитывала на помощь, а не наоборот, на то, чтобы оттопили нашу валюту. Подожди, я бы рассчитывала на помощь. На помощь от кого? От ЦБ? От ЦБ, конечно. Ну, ты же сама начала с того сегодня, что озвучила госпожу Набиулину, когда сказала, что нет, ребята, инфляция у нас, поэтому нет. Инфляция? Ну, то, конечно, нужно же вопрос с инфляцией победить и Набиулина передумать. Вопрос с инфляцией победить. Олег, как ты думаешь, возможно вопрос с инфляцией победить, особенно оставшееся время, до конца года хотя бы? Ну, довольно сложный, на самом деле, вопрос, хотя есть для этого предпосылки, потому что, в частности, замедляется кредитование в последнее время, хотя бы до этого просто бум был, и многие контролирующие органы прямо указывали на это, в частности, ЦБ, то, что, в частности, потреб кредитования просто двигается семимильными шагами. Неприлично. Да, да, да. Сейчас, если, как бы, будет спад на этом рынке, то, безусловно, это, как бы, положительно скажется на инфляции, она чуть-чуть замедлится, вот, и, возможно, тогда, конечно, ЦБ и со ставкой начнет предпринимать какие-то действия, в частности, понижать, да. То есть, появится у нее такая возможность, да? Конечно, конечно. Просто сейчас нет такой возможности, к сожалению. Кстати, возвращаясь к разговору об инфляции, вот эти ожидания, которые ты развенчал сегодня в очередной раз, ожидания аналитиков, они были основаны еще и на том, что, ну, если не в августе, то в сентябре ЦБ может пойти на смягчение монетарной политики, потому что традиционно августовская или там, да, инфляция второго квартала, она достаточно низкая, да, за счет продуктов питания, за счет овощной составляющей, да, фруктовой. Не оправдалась эта идея? Не оправдалась. Не оправдалась. Ну, потому что у нас все-таки большую часть инфляции составляют тарифы ЖКХ. А тарифы ЖКХ, как известно, можно снизить только административными мерами. Ну, и попытка такая была. Естественно, и я так понимаю, что пока не договорились. То есть, есть коридор от 5% роста до 15%. Естественно, госмонополии хотят 15%, дабы увеличить прибыль, а правительству хотелось бы чуть-чуть понизить. Вот на каком моменте внутри этого коридора они сойдутся, так мы, собственно, и увидим. То есть, замедление не может быть. Может быть замедление только роста. Чтобы он чуть-чуть поменьше все это било по карманам. И я думаю, что если с этой ситуацией удастся каким-то образом справиться, вот именно через административные меры, то эффект будет. Ну, и осталось совсем мало времени. Олег, я прошу прощения. В начале, я не помню, мы обсуждали эту тему или нет. Твои ожидания по поводу монетарной политики Центрального банка. Как ты думаешь, до конца года предпримет он что-то с точки зрения снижения ставки или все же все останется на прежнем уровне? Думаю, довольно большая вероятность, что ставка все-таки будет на четверть процентного пункта понижена. Понижена, да? В сентябре, в октябре? Я думаю, что скорее, там, четвертый квартал, начало четвертого квартала. Но он умело лавирует, надо отдать ему должное, потому что пытается, оставляя ставку нетронутой, дать рынку ликвидность, дать денег в экономику. То есть, де-факто, функцию, которую на него возложило правительство, он выполняет, он поддерживает так или иначе экономический рост. Другое дело, что от него могут ждать слишком многого, но его прямую функцию о поддержании курсовой политики, о контроле над инфляцией, пока никто не отменял, и он ее делает. — То есть, можно в какой-то степени пожалеть даже сейчас, да, и главу Центробанка, и, в принципе, сотрудников Центробанка, потому что у них задача очень сложная выполнена. — Ну, конечно. — Они как лавируют между... — А ответственности сколько? — А ответственности сколько, да, разговоров сколько. Каждый день в эфире, да, вспоминают о них. Ну да ладно, спасибо огромное, уважаемые слушатели, мы заканчиваем. Олег Подымников, Дарья Желанова были в студии «Сухого остатка». Спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, до завтра.